Активисты российского движения «Школьников» отметили день рождения своей организации и большим праздником. Мероприятие прошло в выходные на базе первой городской школы. На окружной слёт РДШ собрались ребята из Нарьинмара и посёлка Искателей. Всего более ста человек. Мероприятие проходит уже третий год подряд и стало доброй традицией. Участие в празднике приняли и наши коллеги. Радиоведущие Иван Никонов и Анастасия Саботович. Они стали героями проекта «Классные встречи». Журналисты рассказали детям о своей профессии и поделились секретами удачного интервью. Какие сюрпризы ещё ждали участников съезда в следующем материале. Традиционный слёт активистов российского движения «Школьников» – это большой праздник. На этот раз он проходит в актовом зале первой школы. В этот день в торжественной обстановке в ряды РДШ принимают новых героев. Сегодня здесь отмечается день рождения российского движения «Школьников». Мы решили это мероприятие сделать как слёт активистов российского движения «Школьников». Ребята к нам присутствуют со всех школ нашего города. За четыре года в регионе к движению присоединились порядка двух тысяч человек из Наринмара, искателей Харуты, Каратайки, Омы, Великовисочного, Нельменного Носа, Дельвиски, Красного, Коткина. Школьники реализуют себя в рамках различных проектов. Всего их 13. Три из них реализуются в рамках нацпроекта образования. Это «Добро не уходит на каникулы», «Классные встречи» и «Лига вожатых». Самые активные дети были отмечены грамотами и благодарственными письмами. Кроме того, в рамках съезда были оглашены итоги отборочного этапа на ежегодный Всероссийский зимний фестиваль, на который отправятся девять активистов из Ненецкого автономного округа. «Помогать мне еще больше, чем вы помогаете сейчас. Я очень рада, что нас так много». Российское движение школьников – это общественная организация, у которой много проектов и возможностей. Спонсор множества проектов российского движения школьников в Ненецком округе – Ненецкая нефтяная компания. «И я хочу вас всех призвать к тому, чтобы вы тоже придумывали какие-то проекты, продвигали свои инициативы, а я всегда с радостью вам в этом поможу». Какой праздник без песен и танцев на фестивале РДШ было весело и шумно. Итоговым мероприятием 2019 года для участников движения станет первый форум регионального отделения РДШ в Ненецком округе «За нами будущее», который пройдет в Наринмаре с 6 по 8 декабря. На форуме будет представлено пять тематических площадок – гражданская активность, КВН, площадка военно-патриотическое направление, личностного развития и площадка информационно-медийного направления. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север».